Всем привет, друзья! Перед тем, как начнётся этот ролик, небольшая ремарочка, нужно ответить на вопрос один. Данный видеоролик я записываю 31 января, а это значит, скорее всего, это последний видос, который вы слышите на данный момент в такой, ну, привычной обстановке, да? Если вам нужны подробности, что случилось, почему я называю это последним роликом, то зайдите в сообщество и прочитайте последний пост, там я всё объяснил. Собственно, сейчас я хочу вставить последние донаты, которые вы отправляли в качестве поддержки, и, конечно, хочу поблагодарить всех этих людей за то, что отправили какие-то суммы. Это Дью Кейн, Аноним, Гайд Хак, Егорику, Анониму ещё одному и Фене. Огромное вам спасибо за поддержку, на данный момент, когда я записываю видео, это действительно последние донаты, которые я вообще получил. Так что с этим мы разобрались, поэтому всё. Если какие-то донаты не попадают в следующие видосы на протяжении месяца или двух месяцев, прочитайте по сообществе. Когда я уже вернусь, вот тогда я буду наверстывать упущенное, если вы будете что-то отправлять. Любая ваша поддержка будет всё равно важна, поэтому, как говорится, никто не будет забыт, друзья. А теперь переходим к ролику. Всем здравствуйте, с вами Спектр, и, как вы знаете, фанатов серии GTA существует очень много. Периодически этот фанатизм доходит до того, что в совершенно иные серии игр люди добавляют свои проекты по тем сериям, от которых они фанатеют, естественно. Возможно, вы помните, как я показывал вам сюжетку Call of Duty Modern Warfare в серии Far Cry. Или Crysis серии Far Cry. Или серии... Подожди, какие там ещё у нас были? А, господи, Сталкер и Метро даже были в серии Far Cry. Сегодня пришло время заглянуть в самые настоящие дебри, дорогие друзья. Потому что сегодня один из подписчиков прислал мне настоящий контент. Он попросил посмотреть на некоторые проекты по GTA Vice City, которые добавили в серию Far Cry, насколько позволял мод-тул. Я сразу скажу вам, я не знаю, что от этого ожидать. И я просто без понятия, что сейчас будет происходить. Я просто пока записываю вам интруху. Но тема, на самом деле, довольно хайповая. Поэтому давайте, друзья, наберём как можно больше лайков. Так я пойму, что нужно показывать ещё подобные проекты и делать это гораздо чаще. Плюсом я смогу вам показать и другие части серии GTA в серии Far Cry, что у нас там намутили мододелы, ребята. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать ролики. Ну и, собственно, всё. Давайте незабедлительно начинать. Я уже сам хочу посмотреть, что у нас там творится. Доброго времени суток, друзья. Мы с вами находимся снова в аркадном режиме Far Cry. И сегодня у нас с вами первая мапа под названием GTA Vice City 2019. На самом деле, классы здесь вообще не отличаются друг от друга. Поэтому просто возьмём класс под названием GTA Vice City. Я уже представляю, какой ужас меня здесь ждёт, честно говоря, дорогие друзья. Итак, перенос сюжетки Vice City. Как видите, мы с вами начинаем в отеле за Томми. Игра будет проходить, конечно же, от первого лица, друзья мои. Кстати, сразу говорю... Жесть, он даже тачки прописал. Сразу говорю, что да, здесь будет очень много карт. Но я отберу только самые лучшие проекты, которые мне, соответственно, прислали зрители. Ну что, друзья, значит, фанатизм к серии GTA это у нас с вами стандартная штука. Здесь мы можем с вами побегать по отелю. Он воссоздан настолько, насколько получилось. Правда, некоторые двери, к сожалению, закрыты. Давайте пройдём вниз и посмотрим, всё ли здесь соответствует у нас с вами канону. На самом деле, ребят, аркадный режим Far Cry это действительно порой самое настоящее кладезь. И для подобного рода контента посмотреть, как люди переносят другие игры в совершенно иную часть той или иной серии. Нужно уничтожить, кстати, две цели, поэтому сразу мы с вами выходим из отеля. Ну, как видите, да, он такой скудненький по интерьеру, но одеваться некуда. Зато сразу же здесь нас ожидает наш братан, которого мы убить не можем. И можем попутеше... Боже, как же это все странно выглядит. Хочется отметить, кстати, что этот чувак на самом деле даже вывески сделал плюс-минус по 2-сити. То есть там некоторые здания, точки называются так, как и в оригинале, соответственно, да, Emulation. Правда, Emulation немного на другой улице находится, но тем не менее, хоть что-то здесь соответствует действительности, правда. И оружие, кстати, можно взять совершенно бесплатно. Так, ну, допустим, здесь у нас все понятно. Ну, да, конечно, скудненько, но, друзья, это аркадный режим Far Cry, что вы хотели. И это, кстати, одна из самых популярных карт, на самом деле, по тематике GTA Vice City. При том, что здесь, да, у нас не только холл, ну, то есть основной вот этот вид, да, который был из окна. Проблема только в том, что эти мосты, они как-то не вписываются в общий интерьер. Мне кажется, это уже какая-то странная доработка, но, тем не менее, карту надо исследовать полностью. Как я понимаю, две цели, которые необходимо устранить, они находятся в совершенно рандомных точках, и у нас даже нет приблизительно маркера, где это все может быть. Если бы, кстати, он добавил сюда побольше NPC, побольше тачек, было бы неплохо. Во всяком случае, как и говорил, да, насколько мод Tool Far Cry позволяет, можно было бы действительно создать что-то прикольное и интересное. Это так, если подумать. Ах! Главная проблема с управлением, которое как будто перенесено вплоть из GTA 4, блин. Карта сделана мэп-свапером, это, кстати, чувак, который сделал дохрена переносов различных серий игр именно в аркадный режим Far Cry. И, собственно, да, здесь у нас хоть и можно попаркурить, но, скажу вам честно, это уже все. Это уже, в принципе, край карты, здесь ничего поделать нельзя. Притом, подожди, это стадион? Это он, типа, стадион перенес сюда? Серьезно? То есть, он просто совместил два острова и сделал из этого что-то наподобие GTA Vice City, да? Еще одна Emulation, где оружие можно брать бесплатно. Ну, короче, друзья мои, в основном он, да, все-таки, как ни крути, воссоздал именно начало данной игры. Ну, говорю, карты маленькие. На самом деле, преимущественно хорошо смотреть на какие-то глобальные крупные проекты, которые я до этого показывал в аркадном режиме. Но, честно сказать вам, не особо-то меня это дело впечатлило, с ученым того, что здесь, в принципе, цели забирать нужно достаточно быстро. Что тут вообще происходит? Ой, я, кажется, убил не ту цель, но это неважно. Зато он, кстати, чуваку в гавайских рубахах здесь наспавнил, которых нужно забрать. Извините, стреляю по всем подряд. To let up Emulation. Господи, это должен был быть Мол? Это должен был быть Мол из Vice City, чтобы вы, ребят, понимали. Но, да, возможно, хоть это и самый первый проект по переносу Vice City, но, господи, какой же он корявый такой чувство, как будто это, знаешь, какой-то рандомный мод для Роблокса уже, я не знаю, что... Ну, явно не для Vice City, это просто какой-то кошмар здесь. Хотя, с другой стороны, а что я жалуюсь? Помните последний перенос Метро, да, в серию Far Cry? Наверное, тролли где-нибудь подсказки вверху справа на экране нужно будет оставить, да? В принципе, годится для такого первичного обзора, поэтому карт пройдена, нужно только теперь добраться до выхода. И давайте посмотрим на следующий проект, который у нас имеется в данном списке. Не поверите, кто автор следующей карты, это снова Map Swapper. И знаете, в чем проблема на данный момент? Я тут перестрелял сейчас несколько челов, потому что пытался понять, а что здесь вообще происходит. И только я хотел дропнуть эту карту и сказать, что, ребят, по-моему, у автора какие-то сдвиги, это явно не ГТА Vice City, то, наконец-то, до меня дошло. Короче, это воссоздание пятой миссии на телефончик Vice City под названием Lose Ends. До меня это доперло только, когда я увидел вот эти все лестницы. О, Саня пишет. Так вот, момент такой, что, понимаете, из-за скудного такого интерьера я только потом заметил, что, оказывается, это яблоко, это намек на Cherry Popper. То есть, видите, да? Тут, короче, воссоздание с помощью Mod Tool произошло крайне странно, потому что типов здесь много. Собственно, классический, да, проект Vice City? Вон, кстати, госпиталь недалеко находится. И, в целом, кстати, эта карта от Map Swapper уже 20-го года. То есть, чувак, видно, уже забил на общий интерьер самой Vice City, именно на отель, ну, на классическую, короче, какую-то версию Vice City, да? И решил уже воссоздать какую-то полноценную миссию. Но выглядит это все равно, конечно, крайне стремно, дамы и господа. Как говорится, хоть и мое уважение, да, респект максимальный, конечно, за переделку Vice City, хотя бы на движок Far Cry, да? Но, чёрт возьми, я практически вот буквально на последней секунде, перед тем, как дропнуть эту мапу, наконец-то понял, что он здесь имел в виду. Да, видите, вот эти самые две перегородки. Здесь должен быть у нас вертолет. Красавый чувак свой канал еще пропиарил. Заходить, смотреть, что там, я не знаю. Ну вот, в общем, да, здесь должен был находиться вертолет. Кстати, хорошо бы они его здесь еще поставили. А момент такой, что здесь можно спуститься, что, собственно, мы сейчас и сделаем, потому что цель данной карты это убить несколько челов. Поэтому... Ой! Это была случайность. Здесь находится тачка, и дальше, соответственно, будет уже город, да? Как видите, с левой стороны он уже потихоньку виднеется, поэтому проблем никаких нет у нас здесь. И, собственно, Type in the Map... А, ну это фигня. Это, короче, он пиарит свои карты. И, в общем, друзья мои, это... Да, на этом, в принципе, все. То есть тут есть какой-то, конечно, кусок карты, по которому можно покататься. Это, я так понимаю, будет финиш, за который сейчас, да, никак мы не сможем перейти. Но, тем не менее, конечно, большая часть напоминает уже по антуражу здесь GTA Vice City. Я говорю вам, когда я узнал, что, оказывается, в аркадный режим переносили что-то из GTA Vice City, я просто не поверил. Но, на самом деле, отчасти это все равно выглядит крайне странно, но, с другой стороны, довольно интересно. Посмотрите, общий антураж, в принципе, передан был достаточно неплохо. Но этот район совершенно не напоминает второй остров, по которому Томми должен был мотаться, в принципе. То есть, смотрите. Вы узнаете, допустим, хоть одну улицу из Vice City здесь оригинальную? Я, если честно, не особо. Это должна была быть улица с порта в Даунтаун, соответственно. Но я не могу со всей уверенностью сказать, что это явно было оно. Поэтому мы с вами как бы прошли часть эпизода, но, по-моему, пора смотреть, что еще есть тут. Вы узнаете, где мы сейчас находимся? Это, короче говоря, ребят, что-то типа поделки острова Старфиш. Притом прикол в том, что я бы думал, мы будем штурмовать это здание. Типа миссии Рабаут, знаете, когда нужно Диаза, короче, выкурить отсюда. Но чувак сделал еще круче. На самом деле, кстати, будем честны, это самая непопулярная карта в плане тематики GTA Vice City, которая вообще имеется в серии Far Cry. Но так или иначе, здесь ходят, короче, наши типы. Но по факту, если мы заберемся на крышу... А, нет, подожди, вертолет имеется. Окей, ну хоть что-то соответствует канону. Ну, короче, дорогие друзья, остров Старфиш. Насколько его получилось сделать у чувака? Ну, как я понимаю, проект, конечно, явно не закончен. Потому что, да, общий антураж может быть и передан, но, тем не менее, выглядит это все все равно как бета какая-то условная. Притом, кстати, враги не отмечены. Я думал, это челы, которые вон снизу ходят, но это, оказывается, охрана Томми должна была быть. Какой, конечно, это все кошмар. Но, ладно, так или иначе, имеет место быть, а почему бы и нет? Хм, странно вообще-то в названии было указано, что мапа называется GTA Vice City, но у меня такое ощущение, как будто что-то где-то явно пошло не так. Слушайте, это какая-то мега странная штука, но это совершенно не похоже на именно GTA Vice City, и при чем здесь вообще она? Притом, именно приписка GTA здесь присутствовала. И это на данный момент самая вообще популярная карта. У меня такое ощущение, как будто я ни хрена не понимаю. Это, типа, главная улица должна была быть? Но она почему-то сделана в совершенно ином стиле, что явно заставляет меня задать вполне резонный вопрос. А что здесь осталось, собственно, от главной игры-то? Типа, окей, в теории это мог быть перенос района, ну, Little Gaity, да, учитывая архитектуру зданий и так далее. Но, скажу вам честно, я все равно до конца маленько не понимаю этого момента. Нужно уничтожить четыре цели? И, в принципе, пока мы их ищем, да, можно спокойно побродить по этой мапе. Но момент такой, что, во-первых, чуваки сами по себе отпор дают довольно слабый. Так еще и не до конца я понимаю, что это вообще такое. Это точно Vice City? И потом меня, короче, в комментариях поправляют и говорят, так это же вот этот самый район, как ты его мог не узнать? Слушайте, последнее, что я нашел, это уже начало. Но у меня такое ощущение, как будто здесь от Vice City остается именно скорее лицо со шрамом. Потому что кабинет уже, как бы, интересный и на что-то нам, наверное, намекает. Да, кстати, чувак сделал, господи, не с того начал предложение. Русский чувак сделал эту карту, представляете? Никогда бы не подумал, что смогу найти проект, который сделал наш, как говорится, отечественник. Обалдеть. И, кстати, пулемет еще и бесконечный. Можно, короче, спокойно развлекаться. Слушайте, в общем, в целом я могу сказать, что остров Старфиш, в целом первая карта, они хорошо хотя бы напоминают данную серию, собственно, на которой я и повелся здесь. Ну, а если смотреть по всем тегам модов к сюжетке с переносом Vice City, да, на движок Far Cry, могу смело сказать, что проектов тут не так много, но, тем не менее, часть из них, это уже какая-то вольная интерпретация больше, согласны? Но, тем не менее, кстати, я хорошо сегодня провел время. Я не могу вам сказать, что я не получил удовольствие от данных карт, и все равно это было достаточно прикольно. Но, по большей части, вы уже прекрасно понимаете, что это, знаешь, такие чисто укуренные версии GTA. Там, знаешь, мама, дай мне денег на лицуху GTA. Она говорит, у нас есть лицуха GTA дома. И, тем не менее, вот лицуха GTA дома. Поэтому, друзья, если нужен такой же ролик с обзором укуренных карт в серии Far Cry для GTA San Andreas, просто напишите об этом в комментариях. Но там, кстати, я сразу скажу, там уже варианты должны быть получше, потому что все-таки фан-база позволяет. Но то, что мы увидели сегодня, это, конечно, я оставлю вам на комментарии, друзья. Я думаю, большего здесь добавить нечего. С вами был Спектр, это был обзор модов на серию Far Cry. В частности, модов, посвященных GTA Vice City. То, что получилось, вы, собственно, только что увидели. По тегам я проверил абсолютно все в данной серии игр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Мы обязательно вернемся еще в аркадный режим Far Cry. Поэтому, друзья, не забывайте про него. Много каких-то проектов с переносами мы посмотрели. Поэтому, надеюсь, их будет потом только больше. Ну, а так, всем удачи, не болейте. Мы с вами обязательно услышимся. И всем пока. Я пошел... Пойду, наверное, в оригинальную Vice City лучше зайду.